Мы очень скучали, наш дорогой зритель, и знаем, что ты скучал по ярким событиям. Тогда у меня для тебя отличная новость, ведь скоро пройдет научный микрофон. Это событие, с которым ты сможешь снова ворваться в активную студенческую жизнь. Не забывай регистрироваться, а сейчас мы побольше узнаем об этом событии вместе с руководителем научного отдела Настей Демешкевич. Все у нас в институте знают себя как руководителя научного отдела. И очень хотелось бы узнать, расскажи, как ты пришла в научную деятельность? В научный отдел я пришла на первом курсе. Это было в декабре, и я попала туда совершенно случайно, на самом деле. Просто один раз мы готовились к королеве нефти, и мой разговор услышала на тот момент студентка четвертого курса Настя Иванова. Она меня взяла под ручку и такая говорит, пойдем с вами в научный отдел. Познакомила меня на тот момент с руководителем научного отдела Наташей Колесей. И после небольшой беседы с Наташей она сказала, будешь моим заместителем. А в мае она такая, ну я оставляю свои полномочия, и ты будешь руководителем. И так на первом курсе я стала руководителем научного отдела и продолжаю свою деятельность уже четвертый год. А твоя деятельность именно научная, она развивалась еще до университета, или ты в институт пришла и начала активно в этом развиваться, тебя что-то привлекло? Моя научная деятельность, она началась, наверное, все-таки в классе в 10-м, когда я поступила в Роснефть-класс. И там началась вот эта вот деятельность, связанная с институтом нефтегаза, вообще с компанией Роснефть. Оттуда все и пошло. Мы очень активно классом принимали участие во всех мероприятиях института нефтегаза, и получилось так, что тогда меня и затянуло в это все, и остается со мной до сих пор. Вот скажи, многие считают, что научная деятельность — это скучно, это неинтересно, это бесполезно. Что ты можешь сказать этим людям? Почему это интересно и круто? Я всегда считала, что научная деятельность — это как познание чего-то нового. То есть ты сидишь на занятиях, ты не просто сидишь и тратишь время впустую, ты узнаешь что-то новое. Также научная деятельность, только в этом случае ты не просто узнаешь что-то новое, но ты и даешь возможность другим людям узнать это новое, поделиться своим опытом, своими знаниями с другими. Также выступления на конференциях, они помогают не только показать того, что ты изучил или нашел, но также помогают развить твое ораторское мастерство или другие твои навыки. То есть это развивает тебя во всех отраслях разом. А если ты рассказала, что ты пришла в научную деятельность еще в 10 классе, а я вот на втором курсе, и я вообще никогда ничем не занималась, не поздно ли мне это делать? Никогда не поздно. Некоторые люди занимаются этим и на четвертом курсе, и после выпуска. То есть, когда тебе это будет нужно, когда тебе захочется этим заниматься, тогда это самое время. Настя, все тебя знают как руководителя научного отдела института нефти и газа, и расскажи, пожалуйста, почему для тебя так важна научная деятельность, что ты уже несколько лет со второго курса, насколько я знаю, руководитель научного отдела, и тебе не скучно, ты не уходишь от этого. Почему? Наверное, потому что я полюбила это с самого начала. Как только я пришла, мне сразу это все тянуло, я хотела этим заниматься, но я на самом деле не знала, как начать на первом курсе. И когда меня вот привели в научный отдел, я поняла, что это мое, и я не хотела оттуда никуда уходить, никуда деваться. А когда стала руководителем, я поняла, что теперь такие же студенты, как и я, которые хотят заниматься научными работами и мероприятиями, они хотят этим. А я их поддерживаю всячески, как могу. Мне это нравится, и я готова работать ради них и ради всего института. А что дальше? Вот пришли 12 ребят в институте нефти и газа, выступили, кто-то выиграл, я так понимаю, и пошел на СФУ, на уровень Сибирского федерального университета. А что дальше? Вот победитель что получает? Какие именно в продвижении своей научной деятельности есть какие-то привилегии? Да, то есть после победы на уровне университета студенты, которые победили, они получают финансирование от СФУ в плане любой поездки на конференцию с их выступлением. То есть их работа будет развиваться дальше, и они могут поехать в любой город за счет СФУ. То есть не за свой счет, не за счет института. Это будет полностью оплаченная поездка, чтобы они больше развивались, выступали на этой конференции и продолжали свою деятельность. Продолжение следует...